Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги Иисуса Новина. Мы читаем перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот наконец начались боевые действия. Книга Иисуса Новина про завоевание Ханаана израильтянами. Целых пять глав были предварительных. Мы их читали, обсуждали, собственно говоря, что не война здесь главная. Но вот началась война. Город Иерихон, первый город, который должен пасть, он укрепленный, он с высокими стенами. Израильтяне это уже войско вполне определенное, даже с боевым опытом, но всего лишь пешее войско. Как взять укрепленный город? Главная задача. В древности такие города очень долго осаждали, применяли особую осадную технику. Для этого еще нужно ее построить. Чтобы построить, нужны материалы, нужны инженеры, которые разбираются. Где израильтянам такое найти? Господь сказал Иисусу, я отдаю в твои руки Иерихон, его царя и могучих воинов. Пусть все ваши войска шесть дней подряд обходят вокруг города по одному разу в день. Перед ковчегом должны идти семь священников, каждый с рогом в руках. На седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и пусть священники трубят в рог. А когда затрубит рог, когда вы услышите зов трубы, пусть все ваши войска издаст громкий боевой клич, тогда стены Иерихона рухнут, и вы войдете в город сразу со всех сторон. Представьте себе, что какое-то войско там ведет тяжелую осаду, я не знаю, там Сталинград какой-нибудь, Верден, и им говорят, ну выходите парадом семь дней, но в седьмой день пройдите семь раз, потом крикните ура и победите. Но это же абсурд. Тем не менее, Господь, как будто издеваясь над ними, этого от них требует. Надо было сказать, устроите подкопы, насыпайте насыпь, чтобы подняться на крепостную стену, готовьте такие какие-то катапульты, там лестницы, башни на колесах, да, то, что обычно делают. Нет, ходите вокруг города с трубами, а потом затрубите. То есть, еще и еще раз эта книга говорит, израильтяне, здесь не вы победители, здесь Господь творит то, что он хочет. Вы инструмент, и даже не очень важный, вы ничего такого героического не совершаете. Созвав священников, Иисус Навин сказал им, несите ковчег договора, пусть, ну то есть главную святыню, да, этот самый ковчег, и пусть семь священников, каждый с рогом в руках, идут перед ковчегом Господа. Войску Иисус приказал, ступайте, обойдите вокруг города, и пусть перед ковчегом Господа идут воины, готовые к бою. То есть, воины-то ходят, готовые к бою, но не воюют, не их руками. Когда Иисус отдал войску такой приказ, семь священников, каждый с рогом в руках, пошли трубя вперед перед Господом, за ним следовал ковчег договора с господом перед священниками трубившими врага шли воины готовые к бою за ковчегом отряд замыкающий шествие не умолкая трубили рога иисус приказал войску не издавайте боевого клича пусть не слышно будет вашего голоса пусть ни слова не слетает с ваших уст настанет день когда я прикажу вам издать боевой клич и вот тогда кричите они обнесли ковчег господа вокруг города один раз и возвратились на ночлег смотрите они просто делают то что им говорят да вот не задают вопросов в книге иисус новин начинается с того что израильтяне это уже не толпа беглых рабов которые занимаются чем угодно но не слушают бога а это сплоченное войско которое исполняет грубо говоря приказы на другой день иисус встал рано утром и священники вновь принесли ковчег господа 7 священников каждый с рогом руках шли трубя пред ковчегом господа перед ними шли воины готовые к бою за ковчегом господа отряд замыкающий шествие не умолкая трубили рога так на второй день они еще раз обошли вокруг города и вернулись встан они делали так в течение 6 дней на 7 день они встали зарей обошли вокруг города в обычном порядке, но 7 раз. Лишь в этот день они 7 раз обходили город. Довольно утомительное занятие. Город вряд ли был очень большим, но все же 7 раз пройти вокруг его стен. То есть здесь еще нужна вот какая-то настойчивость, да? Вот, наверное, они в вооружении же сказано, да? Воины готовы к бою. Ходят и ходят вокруг него день за днем, день за днем. А на седьмой день 7 раз. Они что, рехнулись там, наши вожди? Чем мы ерунду это занимаемся? Нет, не сказали. На седьмой раз, когда священники затрубили врага, Иисус приказал войску, издайте боевой клич, Господь отдал вам этот город. Вместе со всеми, кто в нем находится, этот город предан заклятию. Он должен быть уничтожен, отдан Господу. Вот здесь такое выражение, уничтожен, отдан Господу, слово, которое еще звучит как заклятие в переводах, предполагает, что люди не пользуются тем, что они завоюют. Обычное завоевание предполагает трофеи, да? Вот у завоеванных много всего ценного есть, давайте мы это заберем себе. Нет, это все принадлежит Господу, и, соответственно, оно уничтожается, приносится в жертву фактически. Почему? Здесь нет объяснения, но мы еще его встретим, хотя мы встречали его и раньше в других книгах книги Иисуса Новина, где говорится о том, что мера их беззаконий переполнила терпения Господа, что вот они такие, что их уже земляне выносят, да? Лишра Аф, публичную женщину, оставьте в живых вместе со всеми, кто будет у нее в доме, за то, что она спрятала наших разведчиков. Остерегайтесь того, что предано заклятию. Если вы что-то предадите заклятию, а потом возьмете заклятое, то заклятие падет на весь стан израильтян, и вы наведете на него беду. А серебро, золото, медные и железные изделия посвящены Господу, их надо положить в сокровищницу Господа. Вот более подробное описание того, как это выглядит, да? То есть металл для Господа, ну, там требуется много чего металлического для богослужения, вот оно расплавлено, видимо, будет использовано, а все не металлическое просто уничтожается, включая живых существ, да? И мы об этом сейчас прочитаем. И все войско прокричало боевой клич. Трубили рога. Громкий боевой клич издали израильтяне, когда услышали звук рога, и стены города рухнули. Воины ворвались в город со всех сторон и овладели им. Они предали заклятию все живое, что было в городе. Перебили мечом мужчин и женщин, детей и стариков, быков, овец, коз, ослов. Вот она, печальная часть книги Иисуса Новина. Вот они, те действия, которые мы сегодня называем геноцидом или этнической чисткой, и за которые сегодня следуют очень жесткое осуждение, в том числе и трибунал в Гаге заседают по таким поводам. Тогда они это делали. И мы, читая эту книгу, пытаемся понять, почему же это они делали. Ну, на ответ на этот вопрос очень легко найти, тогда так все поступали, да? Посмотреть горделивые надписи о сирийских царей, которые хвастались уничтожением всего населения завоеванных городов, но ведь это от Бога, ведь это свыше. Неужели? Двум лазутчикам, которые ходили в эту страну на разведку, Иисус сказал, исполните свою клятву, ступайте в дом той публичной женщины и выведите ее из города вместе со всеми ее родными. Тогда эти юноши-лазутчики пошли, вывели из города Ирааф и весь ее род, отца, мать, братьев, родных, и вели их подальше от стана израильтян. Все, что было в нем, город и все, что было в нем, израильтяне сожгли, серебро, золото, медные и железные изделия положили в сокровищницу дома Господнего. А Рааф, публичную женщину, весь ее род, всех родных ее, Иисус оставил в живых за то, что она спрятала лазутчиков, которых Иисус послал в Иерихон на разведку. Ее род и по сей день живет среди израильтян. Напомню, что в книге Евангелия от Матфея, Рааф названа среди предков Иисуса Христа, то есть, ну и царя Давида, естественно, получается, что она была не просто среди израильтян, но она была принята, и ее род стал одним из самых славных родов. Это маленький, неполный, но все-таки ответ, что та, которая приняла израильтян, осталась жить вместе со своими родными, что такая возможность по крайней мере была. В ту пору Иисус произнес проклятие, проклят пред Господом тот, кто вновь отстроит город Иерихон. Заложит он основание, потеряет старшего сына, навесит ворота, потеряет младшего сына. Господь был с Иисусом, и слух об Иисусе прошел по всей стране. Иерихон был отстроен, и, кстати, действительно, в будущем царь Ахав, при котором это все произошло, он потерял все свое мужское потомство. Но Иерихон существует до сих пор, по крайней мере, это так. И вновь упоминается, что слух об Иисусе прошел по всей стране, то есть эти известия были поводом для остальных задуматься. Ну, хорошо, все уничтожать. Ладно, давайте уничтожим всех этих людей, они язычники. Допустим, в те времена не было такого способа избавиться от язычества, кроме как вместе с носителями этого язычества. Но зачем же вещи хорошие уничтожать? Они же пригодятся. Израильтяне после перехода через пустыню вряд ли обладают богатым багажом, а им еще жить в этой земле. Может быть, их оставить? Об этом 7 глава.